И третья миссия, которая вот-вот подойдет к концу. Я постарался, конечно, исправить ошибки молодости и прокачать обоих героев, которые перейдут с нами на следующий уровень до максимального уровня. Так, что у нас здесь? Здесь у нас статы, надо тоже зайти, троечку поднять. Захватили все замки, но мне кажется, нужно идти вот куда-то сюда. Да, видите, пограничные ворота, карта вся открыта, не потому что мап-хак, а потому что мы уже тут все исколесили. Главный герой уже с максимальным уровнем идет по всяким нычкам собирать себе статы. Второстепенный зайдет себе, уровень тоже поднимет, 21 всего лишь, слабенько. Ну и активность со стороны врагов я не наблюдаю, к сожалению, статы. Вон он бегает, это кто? Кто это такой? И какая у него армия? А-а-а! А я не знаю, где этот ключник. А, я его взял уже. Генерал. Группы немного, свора десятки дюжины. Выглядит вообще не страшно. Но кажется, это именно он. Да, хундрик. Хундрик. Тот самый, который пленил нашего отца, и не просто пленил, но и убил. За моего отца, как говорится. Циклоп больно стреляет. Ну, сейчас наши постреляют тоже. Изи. Получает следующий уровень магия природы третьего круга, но, к сожалению, я не изучу новые заклинания уже. Хотя можно было пробежаться, попробовать хотя бы второго уровня взять. Итак, даже собственный клан Хундрика был рад тому, что я прекратил правление их вывода. Напоминаю, что сюжет писал кто правильно. Дочка Терри Пратчета. Я нашел его народ обнищавшим, изнуренным голодом и отчаянием. Потребуется много усилий, чтобы вывести его из этого плачевного состояния. Но первой моей заботой были женщины и дети. Ну, естественно. Что трудились как рабы на галерах, на рудниках Хундрика. Когда мы нашли их, они были грязными, больными и голодными. Но теперь они были в безопасности. Слезы радости в изобилии омывали. Воссоединение моих воинов со своими семьями. Для них худшее было позади. Дерек подошел ко мне с окровавленным топором в руках. Он больше не носил охотничий лук. Он казался слишком юным для воина. Но я не смог его удержать. Как последний выживший из племени кабаньево копыта, Дерек по закону был его вождем. «Тут у нас несчастный случай», — сказал Дерек. «Какого рода?» — спросил я. «Хундрик наложил на себя руки в своей клетке». А-а-а! Я его только что убил. Не, мы не пленили никого. «Я не стал спрашивать, зачем Хундрика убивать себя после того, как он сдался и позорно просил пощады. Не спрашивал я и о том, как Хундрик покончил с собой. Почему кровь на топоре Дерека так свежа, когда после битвы прошло уже несколько часов?» О-о-о-о! Дерек, Дерек. «Так... А чё это он такой дерзкий-то?» Бой закончился. Тарнум был мертв, а я смертельно устал. «Это будет последний несчастный случай с моим пленником, Дерек. Ты меня понимаешь?» — твердо сказал я. «Да!» «Если это повторится, в племени кабаневого копыта произойдет похожий несчастный случай». «О-о-о-о-о-о-о!» Дерек кивнул, пристыженный, понявш, наконец, что натворил. «Но прежде чем он начал извиняться, я пришпорил коня, нагоняя войско». «Какая она, какая она красавица, да, ребят?» «Просто такая она вся правильная. Женщины, дети, демократия. Все понимает сразу же, прощает тут же. Я был на полпути с холма, когда окрестности огласил гул множества голосов, скандирующих одно слово. Поначалу я не смог его разобрать, но когда я подъехал ближе, то увидел, как все мое войско собралось вместе с племенем Хундрика держать за руки. Они кричали, надрывая легкие, стучали мечами и булавами по щитам и топтали ногами, издавая грохот, за которым можно было не услышать грозу. «Вержак! Вержак! Макер!» Победа. Там дезинформация была. Я погуглился на рис мужик и даже пол не менял. Да ладно! Не может такого быть. Так, условия победы. Победа над героем Вогилем. Вогиль-могиль наш главный враг в этой миссии. Вержака не теряем. Сложность карты мастер. Ребята, после этой карты, если что, называйте меня мастером. Поехали. Ой, музыка какая. Все, что осталось, разобраться с Вогилем с пеноломом. Я послал ему вызов. Возможно, последняя миссия, учитывая уровень героя, 25-й, 30-й был последним. Я послал ему вызов, надеясь закончить эту войну по чести и без дальнейшего кровопролития. Но подлый негодяй отказался покинуть свою горную крепость. Я же не намерен был отправляться туда в одиночку. Я верил, что Вогиль сдержит свое слово. Например, недавно племя трех врагов попросило взять его в союз с остальных племен, чтобы они тоже могли получить мое прокровительство и помощь в восстановлении моей страны. Многие... А, слушайте, это... Подождите, это же БСП играл. А можно видосик? БСП, ты еще тут? Хочется респект выразить. У кого под рукой есть эта композиция? Ну, помните, там он рядом с ручьем на флейте? Красава. Так, кто же забрал тело моего отца? Вогиль? И что стало с телом Тарнума? Вот какие вопросы я жаждал задать Вогилю. То есть, возможно, история про то, что отца убили, она вообще ложная. Вот такие вопросы я жаждал задать Вогилю, прежде чем вонзить ему свой меч в сердце. Но сначала пришлось заняться другим делом. Так, давайте осмотримся. Во-первых, у нас есть две крепости, которые требуют внимания и отстроечки. У нас есть два героя без армии. Внутри крепостей армия весьма условная. Ресурсов нет, но вокруг довольно большое количество всего. Всего-всего. Золотая шахта золотая. С богомолами на богомолы. Это, кажется, вообще ультимативное оружие природы. Типа, последнего тира. Они не такие простые. Здесь топ-5 шамшто. Делаем разведку. То есть, моя задача отстроить... Тарнум однажды сказал. Если ты не можешь решить дело словами, то все равно попробую говорить еще раз. Настоящий варвар. Если же это не поможет, тогда примени кулак. Кулаки. А если это не поможет, спросил я. Ну, потому что щеглом еще был. Тогда я очень был мал, и мне нравилось задавать бесконечный вопрос, по которому не терялся, что ответить. Это редко мне удавалось, но если удавалось, я испытывал настоящий восторг. Если слова и кулаки не помогают, нужно подойти к делу с другой стороны. Взяться за руки. Решение всегда существует. Помни, нет ничего невозможного. Порой приходится находить то, о чем почти никто и в жизни не задумывался. Так я и сделал. Я вспомнил эту беседу, когда в мой шатер вошли сурового вида воин и его юная дочь. Он был представителем племени трех рогов, вождем которого раньше был Хундрик. Ну, наконец-то мы невесту нашли, а? Потому что в прошлой кампании тоже под конец. Возможно, тебе не понравятся условия этого договора, но ты примешь его или погибнет все твое племя. Ясно тебе? Ой, это я говорил? Дерзко. Спросил я нового вождя, что? Мужчина неохотно кинул. Кинул, что происходит? К чему ты вспомнил? К чему угрозы? Ой, сейчас, по-моему, будет удар. Ой, хорошо. Все, зажали, не могу. Нет, куда? О-о-о-о, вот это сна... Вы видели? Краси... Красиво. Я предстал перед своим войском, вождями племен и несколькими сотнями людей из племени трех рогов. И был несколько опасался, что мой замысел вызовет недовольство и гнев у них всех. Но я все равно решил выдвинуть свой план. Выдвигай свой план. Наши племена расходятся во мнении относительно племени трех рогов, сказал я. Я не могу принудить вас принять их как братьев, но мне бы хотелось, чтобы вы задумались. Я верю в искренность трех рогов. Я видел их нивы и стада. Без нашей помощи сотни варваров умрут от голода с наступлением зимы. По мне, отвергнуть их будет бесчестно. Итак, что вы собираетесь делать? Позволить им умереть? Вперед выступил Дерек, юный воин-охотник, это который минуснул, да? С тех пор, как Хундрик вырезал его народ, его переполняла ненависть к племени трех рогов. Я скажу, да, пусть эти шакалы подохнут. Ведь они стояли и смотрели, как погибает мой народ. Верно, признал я, племя Кабаньева Копыта вправе требовать кровной платы за столько убийств. С этим вы согласны? Остальные вожди племен кивнули. Полагаю, большинству из них так же хотелось уладить дело, как и мне. Хорошо, сказал я. Тогда я, как ваш король, могу сделать лишь одно. Я махнул рукой в ту сторону, где собралось племя трех рогов. И из его рядов выступила прелестная девушка-подросток. Давай! Без всяких церемоний я сказал, Дерек из племени Кабаньева Копыта. Я сочетаю тебя браком с Андой из племени трех рогов. Более того, в наказание племени трех рогов я запрещаю требовать какой-либо выкуп за невесту. Ваш народ не будет представлен... Да точно девочка писала? Ну что вы мне рассказываете? Там Тех Иф рассказал, что он проверил, писала не девочка. Ну девочка же писала. Ваш народ не будет представлен на совете племен, пока у вашего вождя... Ждем, когда за руки возьмутся опять. Пока у вашего вождя Дерека и Анды не родится ребенок. Отныне и впредь ваш народ будет именоваться племенем Рогатого Кабана. И я ушел прочь, не обращая внимания на хаос, вызванный моим решением. Было ли оно справедливо? Дарья Аргента говорит, мужик, мужик писал. Да ладно! Да ладно! Было ли оно справедливо? Да неважно. Вождь трех рогов, отец Анды, согласился уступить лишь ради своего племени. Это был единственный способ помочь этим людям, чья вина заключалась лишь в слабости, не позволявшей свергнуть Хундрика самим. Да, Терри Рэй писал, говорит, их и в тот же, что и Дыхание Смерти. Вот такой мужик. Блин! Терри Рэй! Терри Рэй! Как же так, а? Что касается Деррика, то его желание продолжить войну против трех рогов вполне понятно. Но теперь ему придется воевать с собственной судьбой. Но прежде чем я ушел, меня нагнал Деррика и схватил за руку. Ну, схватил. Это не честно! Кровь кабаньего копыта никогда не смешается с кровью трех рогов. И я взорвался прежде, чем понял, что делаю, и швырнул Деррика на землю. Я понимал, что на самом деле мне хотелось разделаться с Вогелем с пеноломом, но под рукой был только юный охотник. Нравится тебе это или нет, Анда, отныне твоя жена, убей ее, и ты предстанешь перед судом своего племени. Это не, мне не важно, перебил я его. Я устал быть терпеливым, устал ждать, но больше всего я устал от жалоб. Хундрик Мил... Это кто говорит, я не понял. Хундрик мертв. Он один повинен в смерти твоего народа, а теперь у тебя есть выбор, Деррик. Ты можешь взять это племя и править им, как новый вождь, или же уходить. Навсегда. Но я не позволю какому-то глупому мальчишке разрушить все, чего мы успели достичь. Я оставил Деррика лежать там с разбитым носом. Мужик! Все, у меня сейчас отношение будет меняться к... Но почему под синью звезд? Почему они танцуют? По любому поводу. Могучный чародин не пропустит вас, пока вы не пожертвуете для его маленькой армии 40 орков. А орков мы можем взять вот в этих вот нычках. И это, кстати, ответ, зачем мне эти нычки нужны. Захватывай, захватывай меня полностью. Захватываем таким образом шахту и выдвигаемся сейчас к городу, который мы тактично просто сдали врагу. Арбалет. И надеемся на то, что он обустроит его. То... Слушайте, а подскажите, пожалуйста, кто шарит? Это последняя миссия или нет? То есть мне париться сейчас над... Над исследованием карты и статами? Или все-таки... Если это ластецкая миссия, то я могу попробовать сейчас сыграть поагрессивнее. Последняя, спасибо. Мне не хватает Арнума. Больше всего я тоскую по нему за трапезой. Обычно за едой мы говорили на такие сложные темы, как этика и философия. Или же обсуждали новые прочитанные книги. Я знал, что никогда не приспособлюсь окончательно к своему народу именно из-за моего отношения к этим вещам. Хотя, возможно, когда-нибудь я смогу привить им любовь к знанию. Но сейчас я сидел один. Тарнум был гораздо больше, чем приемный отец и учитель. Он был еще и другом. Погнали. Но пока вышек нет, я надеюсь, мы справимся с... Зато столько денег сэкономили. Прямо. Ну, раз. Два. Три. Четыре. Сейчас посмотрим. У меня там 15 косарей еще дает. Да, конечно, беги, родной. И? Вот. Что у нас тут? Форт? Форт не построил он, гад. Каэль, подчеркиваю. Отдаю необходимых орков для прохода через заставу. Племена послабее, что решили остаться нейтральными, опасались мести Вогеля. Все же втайне собирали ценное сырье... Опасаясь. Все же втайне собирали ценное сырье в помощь моему делу. Похоже, все хотели поскорее свергнуть этого злодея. Если бы мне только удалось победить его, то я уверен, что смог бы сплотить свой народ. Наконец, у нас вновь была надежда. Я принял подарки, поблагодарил тех, кто их принес, но они все равно не желали уходить. Мы слышали, будет большая война, сказал кентавр. Это верно. Мы также слышали, что если все пойдет по-твоему, то это будет последняя война, варвары. Да, если мне получится. Ну, мы тут поговорили. Мне бы хотелось когда-нибудь рассказать внукам, что я участвовал в последней войне варваров. Возьмешь нас? В этом отношении высказанная им причина драться была не хуже любой другой. И я кивнул. Как и все, я просто хотел, чтобы все закончилось поскорее. Я мог оплакать смерть моего названного отца. О, и нам присоединилось какое-то отребие. Ну, ладно, проходим. Опа, и тут вернулся герой. 23 уровня. Там три героя. Армия несерьезная, но... Да ладно, попробуем, че. Как бы ни готовилась, засада всегда может застать вас врасплох. Мы поспешили к этому городу, когда услышали, что он подвергся нападению сил Вогеля. Но когда мы прибыли, мои разведчики ничего не обнаружили. Мне следовало бы заподозрить неладное, но я продолжал свой путь, направляясь прямо в западню. О, а это хорошо, что они разделились. Ну, это даже не застава, не героя. Самое серьезное впереди. Так, армия не очень. Герои с бафом на урон. Откуп за 20 косарей. Я бы позволил. Здесь у нас деф. Короче, статы получили. Можно караванчик сразу бахнуть и дотащить сюда от склопов. Так, есть поселение Аргус и светилище какое-то. Ломимся. Там еще статы. Давайте попробуем. Вон они, красавцы. 400 хитов. 50-110. Уааа. Откупиться хочет. Давай. 20 косарей. Берем палатку. И это одна из трех палаток. Зелененькая. Где, кстати, синяя? А, синяя у меня на старте. Вот она. То есть здесь получается красная в этой части карты. Скорее всего. Да я бы хотел героя тут перехватить. Посмотреть, что он из себя представляет. Знакомые все лица. Ну, чтобы бегал поменьше. Убьет же сейчас. Или нет? Чудик по кубичу с героя. 27 косарей. Откупается. Я еще вот этим с откупами. О, арбалет какой-то. Уровень атаки все стрелки не имеют ограничения. Все стрелки не имеют ограничения. Какая-то старуха предложила вам грязный, ржавый, потрескавшийся. Щит в обмен на небольшую работу. Для нее уже не посильную. Большей жалости, чем от желания получить щит, вы помогли ей. Когда вы справились с работой, она улыбнулась и с благодарностью притянула вашу награду. Отъехав подальше, вы решили выбросить бесполезную вещь. Но при ударе о землю ржавчина осыпалась со щита, который оказался целехеньким щитом львиного мужества. Мало того, что он дает 3 к защите, но это фигня. Главное, 40% защиты армии героя. Передаем нашему второму. Просто 40%, Карл. 40. Телепорт. Хорошо, он мне здесь рухов отстроил. Видели? Откупайся, откупайся, щегол. Так, это мы отвоевали, но опять же, я дальше пройти не могу. Мне нужно использовать то время, пока он наверху, чтобы метнуться и следующую палатку. Я пришел на эти холмы, чтобы покончить с отрядом Вогеля, сидящим в засаде. Я вовсе не желал, чтобы он оставался у меня в тылу и нападал на караваны снабжения. Но мы нашли лишь 20 трупов, придавленных огромными валунами. А рядом сидела, чавкая горными козами, изрядное семейство циклопов. Ты тот, кого зовут королем враж... Ну, короче, спрашивает циклоп. Да. А эти люди твои враги? У некоторых из них были черные щиты войска Вогеля. Да. И я ценю то, что вы сделали. Хорошо, сейчас циклопы присоединятся, скорее всего. А ты еще с ним драться будешь, да? Там есть еще кого убивать, верно? Надеется, что мы убиваем... Надеется, что мы убиваем только воинов. Я не допускаю убийства невинных. Ну, понятно, твердо сказал я. За циклопами водятся славы не только дикарей, но и пожирателей мяса убитых им существ. В том числе и людей. Они верят, что, употребляя врага в пищу, получают его силу. Сойдет, сказал циклоп. Этак ведь твоя война нам еще и славу принесет, верно? Виверно! Славы хватит на всех. Давай со мной. Ну что, поехали, да? Один мой разведчик, Кентавр, провел целый день, наблюдая за небольшим отрядом воинов, провиравшихся через лес. Я разделил свои силы на три части. Это была ошибка. Надеясь попытаться заманить этих людей в ловушку, но в последний момент подавил свое желание перебить их. Вышло еще лучше, потому что они оказались добровольцами. От одного из племен, находившийся под железной пятой Вогеля. Эти берсерки были молодыми, неопытными, молодые, неопытные, но готовыми сражаться за свободу своего народа. Старшие хотят выждать и посмотреть, чья возьмет, но мы решили действовать немедленно и свернуть шею этому мешку с козьим пометом, называющим себя вождем, сказал один из них. Если вы собираетесь сражаться в моих войсках, то будете сражаться по моим правилам, сказал я им. Да, король-воржак, хором ответили они. Это значит никаких грабежей, никаких поджогов, беремся за руки, никаких убийств, пока я не прикажу. Пока я не прикажу. Так вот, чем мне нравятся вот эти вот типа правильные тираны, они осуждают насилие, но оставляют всегда за собой право это насилие чинить. Вот всегда. Вот приходит новый варвар, начинается новая кампания, начинается новая миссия. И такой, все плохие, мы против убийств, но кто-то же должен объединить племена. И начинаешь там тысячами косить людей просто. Просто более успешно, чем остальными. Вот и все. Вогель любит изматывать своего врага засадами, прежде чем обрушиваться главными силами, поэтому я не удивился, когда на нас набросились гарпии. Кто это? Со мной давай дуэль, алло. Ну что будем делать с тобой? Ты, Вогель? О, нет, это не фафарин. Не фафарин. Тварь. Вообще-то героя не замесили. Собираем. Штурмуем врагов. Раз и два. Ну, в целом, нормально. Заходим. Вскоре после занятия города один из советников ожидает караван. Тут все расстроенное. Повысили защиты. Но я тут не вижу все равно героя. Есть проход под... Чудики даже вдвоем наносят такой урон хороший. Крутой. И... Красная палатка. Да. То есть, эта палатка мы, во-первых, знаем. Что можем через нее пройти. А противник не может пройти. То есть, скорее всего, это вот такой блок для врага. А что за накидка? Специлиммест магии в 7 на 30%. Ну ладно. Все на месте лежит. Готовится враг, защищается. Моя задача циклопов убить. Куда он уйдет? История наша. Драконы чудища. Такое впечатление, что здесь нет баланса. Реально, здесь нет баланса. Стоило объединиться. Просто сбегать по... По палаточкам. И... Ух ты, какое красивое место. Портал, тем не менее, есть. Там внутри нет героя, но сам по себе гарнизон очень жесткий. Надо подумать, как мы будем брать. И надо ли нам брать этот замок. Если там проход дальше есть. Не вижу резона брать. Ну там вержика нет. Это перевалочный пункт неплохой. Ха, пройти может только вержик с рядовыми войнами. Нашли что ли? Что? Зачем? Зачем? А, нет, подождите. Здесь стоит. Нет, там враг есть, оказывается. Я думал, что он просто ради двух ныщек с берсерками. Нет, там есть враг. Два циклопов. Изявый. Погнали. Со мной давай дуэль. Зачем тот город был на... Это вержик был? Ну, мне кажется, что-то с лицом. Да. А, это Вогель. Смерть Вогеля не заполнила той пастоты, что я чувствовал внутри себя. А вержик это я. Я знал, что так и будет. Просто не хотел думать об этом до настоящего времени. Тарнум преподал мне этот урок очень давно. С именами у меня все плохо, простите. Мою первую собаку сражала пума. Что? Против желания моего отца я выследил зверя. Я думал, что поймал его в логами. Но пума каким-то образом оказалась у меня за спиной. И набросилась. Я бы тоже умер, если бы Тарнум втайне не последовал за мной и не подстрелил зверя в прыжке. Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. Прыжки. Он заставил меня смотреть на пуму несколько часов, пока я не понял, что все равно скорблю по своему псу. Свежий ветерок ворвался в мой шатер, отвлекая от этого воспоминания. Лишь к ним в глаза я заметил, что кто-то приподнял полок шатра и вошел. Ну, ясно. Когда я поднял глаза, то увидел Тарнума. Ну, кто бы мог подумать. А я говорил, я говорил. Я вздрогнул. Привидение? Может, это ветер? Это я, Вэржик, ответил он на мой мысленный вопрос. Позволь мне все объяснить. Я кивнул. Я был слишком потрясен, чтобы говорить. Некоторые зовут меня бессмертным героем, принялся объяснять Тарнум. Предки сохраняли ему жизнь все это время, чтобы он мог искупить свою вину за ужасные преступления, совершенные им далеко прошлым. Остальная часть рассказа Тарнума слишком велика, чтобы изложить ее здесь. Но она объясняет многое, что касается моего приемного отца, его невероятных способностей и огромных познаний. Просто знайте, что с той самой ночи я почувствовал себя преданным, ибо Тарнум не поделился своей тайной со мной и своим сыном. Просто знайте, говорит он, щегол, у которого только что ботяня, которого он боготворил, выяснилось, что он живой. Он почувствовал себя преданным. Ой, какой маленький. Ибо Тарнум не поделился своей тайной со мной, своим сыном. Я никак не проявил перед ним своих чувств, даже когда он ушел спустя несколько месяцев на поиски новой судьбы. То есть ты еще там не разговаривал, да, с ним? Существует, по крайней мере, одно историческое упоминание о моей деятельности. Тарнум нарушил неловкое молчание, наступившее после его рассказа. Возможно, и больше. Как же тогда предки могли не пустить тебя в рай? Ты же величайший человек, которого я знал. Что в голове у него творится? Положив руку на плечо, ну, слава богу, у нас тут без рук не обошлось. Тарнум сказал, спасибо тебе. Из твоих уст это слышать особенно лестно, Вержик. Но почему они до сих пор карают тебя? Они меня не карают. По сути, все, что ты сделал, освободило меня от моего долга. А мне за то, что участвовал в твоем воспитании, предки предложили рай, но я отверг его. Почему Тарнум отказался от того, за что сражался после тысячи лет борьбы? Какой ты тупой. Мой названный отец обнял меня за плечи и прижал к себе, как бывало в моем детстве. Просто довольствуйся тем, что я здесь. Сказал он, зная, что у меня еще много вопросов к нему. Впервые за тысячу лет у варварского народа появился настоящий шанс зажить хорошо, заживел. Твои достижения поистине выдающиеся. По твоим королевским правлениям варвары будут в надежных руках. Я горжусь тобой, сын. У меня нет слов, просто кто это писал? Ну, я понял уже, что не девочка, но как бы... Тарнум впервые назвал меня сыном. Я едва не заплакал. Я все еще хотел узнать больше, но заметил в глазах Тарнума нечто, чего никогда не видел прежде. Подлинное счастье и облегчение. И я закрыл рот. Он сам скажет мне, когда будет готов. А пока пусть насладится своей свободой. То обижается, то восхваляет, то... До настоящего времени я думал, что все, чего желаю, это возможность попасть в рай и упокоиться там. Но теперь я чувствую, что эти люди стали частью меня. Я имею в виду не только варваров, но и полаидрийцев, и эльфов, и всех остальных. Я защищал их так долго, что мне кажется, будто они пропадут, если я уйду. Этому новому миру по-прежнему нужны герои. Ну не такие, как ты. Вот честно. Друзья, ну вот скажите честно, вот если у вас есть батя, а у вас, наверное, есть батя, которым вы там гордитесь, просто восхваляете, он молодец, он вас там учил, все никогда не предавал. Батя умирает? Ну или пропадает? Не по своей воле, естественно. Он не просто левает из семьи. А вот, ну там, что-то серьезное происходит, гипотетически. Потом он возвращается, рассказывает вам причины, ну, объективные, почему он левнул. И вы такое обиделись. Так, стать единственным игроком, владеющим городами. Эмилия Найтхевен. Ооо, она не должна погибнуть. Переходит Эмилия Найтхевен, сохранив все заклинания, опыты, навыки. Только она переходит на следующую карту, написанную. Ученик, мастер, чемпион, конечно же. Погнали. После судного дня мне нелегко жилось на новой земле. Я все еще была ребенком, но мне не было семьи, которая могла бы о мне позаботиться. Если бы не великодушие старой волшебницы, мне, наверное, суждено было умереть. Шифина защищала меня. Она стала мне второй матерью. Опять отношения... Ладно. Потом она состарилась и умерла. И я вновь осталась одна. Наверное... А, она уже умерла. Поэтому мне так легко было покинуть дом Шифины, когда нашему городу стали угрожать варвары. Воспоминания о разгроме, учененном кровожадными ордами Килгара, все еще были свежи в нашей памяти. Поэтому мы просто ушли, взяв с собой самое необходимое. Лишь достигнув перекрестка и взглянув на отчаянные и потерянные лица людей, я поняла, что мы совершили ошибку. Почему мы так легко согласились покинуть наши дома? Хавку привет. Не потому ли, что чувствовали себя обездоленными с дня падения Эрафии? А может быть, мы просто жалкие трусы? И тогда я воскликнула. Почему мы позволяем этим бандитам распоряжаться нашей жизнью? Не успел я опомниться, как все взгляды были устремлены на меня. Ой! Теперь, чтобы не выглядеть глупо, я должна была сказать что-то еще. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Держите мне семеро. Сейчас, сейчас пойдет. Я уже вижу демократию. Желание понравится всем. Я такая же, как и любой из вас. Судный день лишил меня всего. Это! Я белорукой земли вокруг нас. Не наш дом. Так для чего же бороться нам за него? Мы, слушатели, переглянулись, не понимая, что я пытаюсь сказать. Что? Но если мы не будем бороться, что у нас останется? У нас никогда не будет дома. Мы можем смириться, как другие, или бросить вызов хаосу и победить его, прежде чем он победит нас. Не знаю, как вы, но я хочу вернуть хоть какой-то смысл. Нет! Порядок в свою жизнь. Порядка нет. Она симпатичная, смотрите. Молодая Эмилия, первого уровня. Навык дает герою, что? Возможность использовать порядок. Ой, порядок. И она хочет порядок навести, и у нее магия порядка. Все сходится. Шарм. О, она будет шармить. Я на перепуте нахожусь. Давайте-ка сразу... Один из гномов бросил свою сумку на землю, наклонился и вытащил старый зазубренный топор. Вслед за ним и другие беженцы застали оружие. Ты заметила их решительные взгляды, показывающие, что они наконец готовы. Итак, с чего мы начнем, девочка? Спрашивает предводитель гномов. Гномов 18 сразу. Оп! Девочка. Кого ты девочкой назвал, пес? Я Эмилия. Ха-ха-ха, блин. Что-то меня переть начинает. Полурослики, казавшиеся безобидной группой беженцев, после вашей пламенной речи подходят, чтобы пожать вам руку. Пожимаем... Считаем, сколько руку нам жмут в этой компании, ребята. Раз. Один из них снимает ремень. Воу-воу-воу. Который неожиданно оказывается прощой. Хорошо. Мы устали бежать. Нам нужен дом. Дом, в котором не будет варваров. Заявляет предводитель полуросликов. Полурослики не так, наверное, говорят. Да, подхватывает другой. И который не взлетит куда-нибудь на воздух. Сколу полуросликов. Согласились. Хорошо. Полурослики. Один-два. Это базовые товарищи, да? Восемь хитов. Воинам высокого уровня носит урон. Штрафуемся, как стандартные лучники. Как же я устала. Прошло три дня с момента. С начала миссии. У меня нет ни малейшего представления о том, как руководить армией. Даже такое маленькое, как это. Я обычный стеклодув. Выучивший пару магических заклинаний. Глядя на этих гномов и полуросликов, я понимаю, что олицетворяют для них обретенные надежды. Если бы я призналась, что не хочу быть их правопредводителем, они бы просто забрали свое оружие и разошлись. Почему они должны воевать, пока я дожидаюсь исхода событий в безопасном месте? Но неужели они не видят, что я не гожусь на роль генерала? Очевидно, нет. Все, что им нужно, это предводитель. Кто-то, в кого можно верить. Пусть даже дочь стеклодува. Но что же мне делать? Так, что мы знаем о стеклодувах? Она умеет хорошо дуть. И имеет представление о том, как работать с посудой. Что еще? Заходим в город. Полурослики. Рулес Фривер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, пожалуйста, не свистите. Очень сложно смотреть в записи. Мотай. В записи уже можно мотать. Все очень просто. Свистишь и мотаешь. Я свищу, ты мотаешь. Наверное, я была в шоке, потому что с трудом припоминаю подробности битвы за этот город. Когда они закончились, я пришла в себя, одновременно испытав присутствие страха, который заставил меня добежать до ближайших кустов и извергнуть содержимое желудка. Война ужасна. Грозные крики, лязг оружия и охватившая всех жажда крови. Во время битвы в воздухе стоит напряжение такой силы, что начинаешь ощущать себя, его внутри себя. Я никогда больше не хочу пройти через это. Никогда. Я не настолько наивно, чтобы поверить в готовность убийц, разоривших эту землю, оставить меня в покое. Еще нескоро мы сможем отдохнуть от этого кошмара. Ой, как там вкусно все. Сегодня ко мне обратился старый коренастый гном. О, сперва я подумал, что ты один из беженцев, но потом заметил его мускулистые кулаки и мозолистые ладони. И хотя он не имел при себе оружия, я поняла, что война является для него привычным занятием. Как тебе зовут? Спросила я. Тарг Архисплитер. Что? Ответил гном. А как твое имя? Эмилия. Просто Эмилия. Я догадывался об этом. Верно говорят, что ты организовал это жалкое сборище? Спросил Тарг. Да, это правда. Ответила я. Тогда тебе интересно будет узнать о Лорне, этом мошеннике, в обличии Лорда. Я следил за ним и его людьми почти целую неделю. Лорд... Лорд Лорн был одним из так называемых баронов, разорявших нашу землю. Я не знаю, кто это говорит. И хотя никто не верил в то, что Лорн настоящий Лорд, Лорд Лорн, но тем не менее представлял серьезную угрозу для моих людей. Что ж ты узнал? Спросила я, пытаясь не подать вида, что это самая важная новость, как услышанная мной за долгое время. Лорд надежно охраняет свои владения, но его истинная сила в богатстве. Его карманы полны золота. Это все? Остальное не имеет значения. Многие возможности открыты перед Лорном благодаря этому богатству. И он не жалеет средств, чтобы достичь своей цели. Не секрет, что Лорн вынашивает дерзкие планы. Он не собирается делить эту землю ни с кем. Ну окей. И че? И че? Собирается, не собирается. Соберется и все. И уйдет отсюда. Лорд. Лорн. Беженцы из других городов стекаются в Лорнторн. Лорнтон. Чтобы защитить его. Мы принимаем всех, кто нуждается в помощи. Но я приказал нескольким своим командирам расспрашивать вновь прибывших о трех полководцах, разоряющих эту область. Даже мне известно, что для победы нужно знать своего врага. Одна семья пришла с земли, находящейся под властью варвара Гурта. О Гурте говорят как о жестоком и не очень умном полководце. Похоже, что он идет по деревням, сжигая все на своем пути, даже амбары с зерном, а потом впадает в ярость из-за того, что остался без добычи. Нередко он вымещает свою злость на крестьянах. Напившись, а напивается он каждую ночь, Гурт хвастается, что он преемник Килгара и новый король варваров. Несмотря на тупости пьянства, Гурт все же способен привлечь немалые силы в свое войско. Количество именно в этом его сила. Что ж, будь он хоть трижды король варваров, если я нанесу удар первый, он добьется, он доберется до этой области в поисках... Что? Если я не нанесу удар первый, то он доберется до этой области в поисках новой добычи. Да ненормально все будет. Я все еще не уверенно чувствую себя в бою. Надеюсь, я никогда не привыкну к насилию и я беспрестанно напоминаю себе, что борюсь за мир, в котором никому не придется умирать на поле брани. Все борются за мир, все идут, убивают людей, борются за мир. Несмотря на все свое отвращение к войне, я поняла, что должна лучше организовать свои войска, прежде чем мне придется столкнуться с опытным полководцем. Когда мы жили в Арафии, моя семья работала у алхимика. Тогда мне приходилось сортировать бутылки со снадобьем по назначению, объему и цвету. Вчера за обедом мне пришло в голову, что я могу использовать эти знания для укрепления своей армии. Войско пополняется каждую неделю. Неправда, уже сразу неправильно. Но новобранцы в силу своей неопытности всегда оказываются слабым звеном. Я заметил, что опытные солдаты предпочитают обедать и спать и тренироваться вместе. В результате новобранцы остаются без присмотра. Я думаю, что нам нужно реорганизовать войско. Куда ты лезешь без вратного дела? Разделив его на более мелкие отряды. А, эджайл пошел или что у нас? В каждый отряд из шести-семи новичков опередило время. Это 2003 год. Надо добавить одного или двух старых бойцов. Таким образом новички смогут учиться у опытных солдат. Сразу реорганизовать армию. Какой уровень у тебя? Второй. Молодец, пора. Переорганизую ее полностью. Да не, надо возвращаться. А что еще делать? С такой армией выдающейся. Сейчас. Ой. Когда я наблюдал за тем, как ветераны проводят утренние занятия с новобранцами, ко мне подошел гном, очень коренастый и крепкий на вид. Прошло несколько секунд, прежде чем я вспомнил его имя. Тарх. Орк Сплиттер. А, Орк Сплиттер. Тарх, который разделяет орков. Он самый. Ответил гном, затем он посмотрел на солдата и кивнул головой. Неплохая идея. Не могу. Обучать новые войска с помощью старых солдат. Только думала ты долго. Я не смогла сдержать обиды. Я делаю все, что в моих силах, ответила я. Я никогда не претендовала на роль полководца. Конечно, конечно. И все же нравится тебе это или нет, девочка, ты полководец. Пока удача улыбалась тебе. Но твоя неопытность может стоить жизни многим из этих людей, сказал Тарх. Что я могла ответить? Казалось, Тарху были известны мои тайные опасения. Казалось, он знал, что каждую ночь я просыпаюсь в холодном поту, дрожа от страха. Попробуй воспользоваться своим же советом, сказал Тарх. Я подумала, что он мне предлагает отказаться от руководства восстанием. И, не скрою, готова была согласиться. Мне так хотелось сбросить с себя эту ответственность. Вновь стать просто Эмилией. Да точно девочка писала, ребят, ну чего начинается? Тебе нужна поддержка опытного бойца. Того, кому знакомо искусство войны. Попроси помощи. Воскликнул Тарх. Я вновь взглянула на его крепкие руки. И пронзительные глаза ей пронесла. Мне нужна помощь. Так, хорошо. Есть, алтарь грез. Почем джины? Джины, 550. 60 хитов, 9-12 атака. Могут направлять в бою различные заклинания. Вот это меня интересует. Циклопов рановато. Давайте зайдем за заданием. Что у нас с нас хотят? Стуча в двери этого скромного жилища, вы собрались задать несколько вопросов его хозяину, но когда дверь отворяется, вы обнаруживаете внутри большую нагу. Не беспокойся. Говорит она. Я не причиню тебе зла. Спасибо. Просто хотелось просто спросить кого-нибудь об этих местах. Это не сложно. Я заметила, что ты пришла с небольшим войском. Если поможешь мне справиться с одной маленькой задачей, я не останусь в долгу. Хочешь пополнить свою армию восьмию моими сестрицами? Еще бы. Что нужно сделать? Высклисаете вы. Вам уже доводилось слышать о фантастической силе Наг. Заполучив несколько, вы можете значительно укрепить свое войско. Сотканные мною вещи я обычно продаю в местной фактории, но сейчас дорогу туда преграждает медузы. Если очистишь мне путь, я уговорю сестер посоединиться к тебе. Считаю, что это уже сделано. Так, короче. Я видел этих медуз, не хотел нападать, но теперь дюжины медуз. Погнал. Оп. Когда вы предлагаете Наге взглянуть на голову убитых медуз, она закрывает лицо, не с такими своими руками спицать. Нет, я отказываюсь смотреть на это. Поверю на слово, что ты их убила. Хочешь, что теперь мои сестры? Да. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Безответная атака, вот они, Наги. Теперь можно довольно спокойно, я думаю, справляться с остальными. Ну, с мелкими, по крайней мере. Наверх. Лепреконы, сотни. Берем. Вы натыкаетесь на двух веселых лепреконов, забавляющихся перекидыванием волшебного кольца. Говорят, старый лень все еще разыскивает его, замечает один. Другой хохочет, как будто в жизни не слышал ничего смешнее. Вы прыгаете вперед, надеясь поймать лепреконов и отнять у них золото. Но они слишком проворные. Лепреконы исчезают в кроличьей норе, а вы суетесь ни с чем, если не считать волшебного кольца, с которым они играли. Да, и еще 200 человек вы забыли упомянуть, что есть тут. Ага. Хорошо, что игра запоминает о заклинании у конкретного отряда, у которого... Ну... А что за кольцо мне обещали? Удачи. Что это за место? Задание. У-у-у-у. Давай-ка. Старый лень, лепрекон приветствует вас. Кольцо ему надо принести, когда вы подходите к его дому. Поймать лень несложно, потому что он ужасно стар. Как вы можете убедиться, взглянув на бедную обстановку моего жилища? Произносит старый лень. У меня не найдется для вас золота. Вот, значит, что случается с медлительными лепреконами. Весьма прискорбно, отвечаете вы, собираясь уходить. Однако есть одно обстоятельство, останавливает вас лень. Кажется, я потерял свое волшебное кольцо. Без него не смогу попасть ни на одну сходку лепреконов. Если вы найдете кольцо, я отдам вам шесть порций напитка силы. Учитывая, сколько сражений вас ожидает впереди, довольно заманчивая сделка. Хорошо, отвечаете вы. Вы кидаете старому лене кольцо, но вам не сразу удается вставить словечко по поводу обещанных шести порций напитки силы. Наконец, леня отдает вам бутылку и благодарит за помощь. После этого он исчезает в своей хижине, но вскоре появляется вновь, неся на плечах громадный горшок с золотом. К несчастью, маленький обманщик убегает в чащу, прежде чем вы успеваете его поднять. Что поймать? Ну у него было золото, пес. Где же мне деньги заработать-то? Давайте наверх пойдем. О, там герой вражеский. Кажется, заработано. Два героя. А ну-ка. А-а-а-а. Собираем. Здравствуйте. Ой, как же герой будет отлетать от этих заклинаний. А-а-а. Стоп. Умер от отравления. Причем отравление кастуешь и все. У тебя весь, всю битву, пока он не задиспелит, у него проблемы. Столько опыта мы сейчас получили. Двух вражеских героев забрали. Уровень. Колдовство четвертого круга. Сегодня я положила конец преступлениям в гурт. Все, что ли? А там один из трех. Одолев его в сражении. Победа досталась мне нелегко. Его отряды предпринимали такие яростные атаки, ух, что едва не прорвали наши линии обороны и не обратили мою армию в бегство. Тарк считает, что этот варвар был блестящим полководцем и уделял мало внимания стратегии. Наверное, потому я победила. Не, потому что я контролю вместо тебя, алло. Но с тех пор, как я назначила Тарка своим ближайшим помощником, он посвящает мне во все тайны военного искусства. Если бы не он, я бы, наверное, не смогла противостоять свирепому гурту. Блин, серьезно? О, хороший армор. Правда, и арбалет какой-то. Так, а здесь же сидит еще враг. Даже и близко не справлюсь. Ну, бывает. Ждем, когда хватит денег на облачный замок. 14 косарей нужно. Можно наменять какое-то количество денег на камни, но камни все равно пригодятся, скорее всего, на титанов тех же самых. Можно попробовать, несмотря на серьезный гарнизон, штурмануть врага в замке. Почему? Потому что... Есть неплохая вероятность, что мы просто расплодиться сможем. Но их много. Ладно, пробуем. Кентавров вагон. Минус все маги. 28 их было, кажется. Одиннадцатый уровень. Чародейство. Чародейство пятого круга. Мана. Захватили. Два герои там наверху стоят. Караван идет. Статы немножко повысили. Пришла подкрепа. И поскакал, поскакал. Куда поскакал, кстати? Как будто на меня поскакал. В атаку. Эээ. Серьезно, у меня поскакал. Возможно, они одни остались. Викс первого уровня. Абега. На, на. Еще один щегол здесь рядышком. Убиваем его. Сразу. Друзья, хватит. Ох, хватит. Да и так нормально поиграли. Сколько уже? Почти, почти пять часов. Четвертый герой. Пять часов. Все, нормально. Ох. Увидимся с вами завтра. Приходите на Good Game. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать, когда будет уведомление прямых трансляций. Ютуба отдельный привет. Редактор субтитров А.